Добрый день! Вы на канале ещё с начала. С вами Катярина. Сегодня вот придумала, что я буду печь такое печенье. Вечером к чаю придут мои там земляки, и я быстренько решила, оно быстро печься, быстро делается это печенье, и вот я решила такое печенье сделать. Тут у меня 250 грамм творога. Полужирный. Полужирный. Сюда я добавлю 5 столовых ложек сахара. 1, 2, 3, 4, 5. Я сюда добавлю ну вот столько соли. Так, что я ещё добавлю? Ещё добавлю столовую ложку сахара ванильного. Ещё мы сюда добавим один желток. Ещё мы сюда добавим вот 100 грамм сливочного мягкого масла. У нас пачка масла 200 грамм. Ещё мы добавим сюда 2 таких полных чайных ложки сметаны. Ну и пожалуй всё. И сейчас мы эту всю историю я перебью блендером погружным. И потом я вам покажу, что мы будем делать дальше. Но я буду переходить в другую часть комнаты. У меня тут розетки нема. И я всё вот это вот взобью блендером. Вот. Я блендером взбила. У меня получилась вот такая красивая, уже вкусная, такая ароматная масса. Сейчас я сюда добавлю одну чайную ложку разрыхлителя. Разрыхлитель я делаю сама. Я вам рассказываю, как я его делаю. Так. И тут у меня 350 грамм просеянной муки высшего сорта. Сейчас я добавлю часть муки. Трошечку я перемешаю тут лопаткой. Насколько это возможно. А всё остальное я потом буду делать руками. Вот такое тесто у меня получилось. Но мне кажется, что они трошечку такое мягковатое. Можно добавить, что тут уже ложка столовая одна. Больше не надо добавлять муки. Одну столовую ложку и то уже не надо. Ну, мне кажется, что одной хватит тут этой ложечки. Вот. Всё. такое вот хорошее у нас получилось нежное хорошее комочек. Сейчас мы соберем эту муку и всё. И потом я минут на 20 оставлю в холодильнике. Просто немножечко, чтобы оно отдохнуло. И больше зимничего тут делать не надо. Я хорошенько всё соединилась. Видите, оно такое хорошее. И оно такое должно быть. Не надо муку нам эту сильно, как оно было такое каменное. И оно такое хорошее. очень нежное, очень сдобное. Хорошо пахнет ванилькой. Вот. Вот такие муку мучеки. Сейчас я положу целлофановый пакетик и положу в холодильник на 20 минут. Ну вот, наше печенье провело тесто, вернее, в холодильнике полежало 20 минут. Я мягковато хай, оно вас это так не пугает, что оно мягковатое. Но и тут у меня его 880 грамм. Значит, мы разделим на 16 частей по 50 грамм, 52, там, сколько там. Но я буду взвешивать на весах, чтобы они были ровные. У меня не получается, как бы, так, я ровно разделила, уже прямо там, не знаю, не получается у меня. Вот я разделила, получилось у меня 17 таких шариков. Не надо ничем подпылять, ничего подсыпать, потому что тесто сдобное, хорошее. А это у меня такая осталась запчасть от яйцерезки. Я ей никогда не пользовалась. А тут, ну, по неосторожности, скажем так, открывала эту шуфлядку и оторвала эту штуру резать. Я ей николь не пользовалась. И я ее расшила в прямом воде. Сейчас мы таких наделаем красивых печенюшек. Ничем не смазываем. Просто берем этот шарик, аккуратненько укладываем на эту яйцерезку и вот так пальчиками аккуратненько раздавим. Вот. Чтобы у нас остались остались эти рубрышки. О! И у нас остались такие рубрышки. И мы тут так просто соединим, но ничего не будем закреплять. Они найдут свою форму и будут такие красивые печенюшки в результате. Вот. И так мы поступим с каждой шарик. Кладем на вот эту штучку. Придавливаем пальчиками. Вот так вот. Вот. Не бойтесь, оно не развалится. Оно очень хорошее, мягкое, сдобное, вкусное тесто. И так аккуратненько мы отнимаем. И вот у нас получилась вот такая вот, не знаю, что это. Ну, и тут мы немножко скрепляем под низом, вот, чуточку. И всё, и будем укладывать на противень. так, если трошки выходить, за диаметр нашей этой штучки, это не страшно. Берём аккуратненько, оно отнимается, потому что тесто сдобное. Вот. И у нас получаются вот такие чудные печеньки. У нас получилось. Вот. Духовка у меня разогрета на 190 градусов, 190-200, там. Ну, у меня и на 190 включено. И я сейчас поставлю, а сколько время я буду выпекать, тогда я вам скажу. Ну, вот, я достала с духовки свои печеньки. Вот такие они у нас красивые. Вот такие они румяненькие. Я не люблю, когда они такие белёсые. Ровно 25 минут они там привели в меню в духовке. Ну, можно было пару минуток меньше, наверное. Ну, а лишь я так уже сделала и так правильно. Ну, вось таки добрые прихожие пачастунки я приготовила для своих гостей. И это саправду вельми смачно. Я зараз разломаю одно. Я не таки воздушное, оно такое сытное, вкусное. Ну, мне вельми подобается гадапячэння. И я ещё раз говорю, что вельми просто его готовать. Так что пробуйте и пишите, что у вас отрымается, як вы готовите. Може вы по-другому что-нибудь робите. Я обовязково попробую, кали мне кто-нибудь пропануе, який-нибудь новый рецепт. Ну, а зараз я скажу вам до наступной встречи. Жидаю вам всего доброго, здоровья особливо, как бы во всех было, и отпочинку летнего. Всего доброго, ещё раз обнимаю. Продолжение следует... Продолжение следует...